Общение Веры Юстиновны с мошенниками началось в субботу. 76-летней пенсионерке позвонила неизвестная, представилась с медработником и предложила поменять страховой полис. Они говорят, мы вас сейчас бросаем этот код, вы нам скажите, какой. Она мне бросила 4 цифры, я ей отдала. Она говорит, ну вот вы придете к полигону, этот код скажете, вам дадут. В какое время вы пойдете? Я говорю, ну когда? В понедельник я с утра могу. Ну давайте на 9 часов. Я вас там зарегистрирую. Сейчас ваш талон какой-то или что там в регистрации тоже придет вам. Вы скажете номер этого талона. Ну я сказала ей этот номер талона, как она мне пришла. Там шестизначные цифры. Следующие звонки поступили от ЛЖ сотрудников портала Госуслуг и Центробанка. Женщине сообщили о взломе личной страницы и посоветовали перевести деньги на безопасный счет. В понедельник она сняла 2 миллиона 600 тысяч рублей со счетов и пошла в торговый центр. Вы пришли сюда в банкомату. К вам подошел сотрудник полиции, да? Да, да, да. Я только положила телефоны, чтобы с ним, чтобы он мне дал указания, инструкцию, как-то дальше действовать. Я только положила телефоны. И он подошел. Подождите, а что вы деньги пришли ложить? Я говорю, да. А он говорит, телефон, два телефона. Он говорит, вы телефон купили, новый, я говорю, да, новый сегодня. Он не трогать. Он мне не разрешил положить и не разрешил больше отвечать, с ними общаться. Он говорит, это мошенники вы. Понимаете, я даже расплакалась. Я говорю, я сердцем чувствовала, что меня ведут. Вот меня как бог отвел молодого человека, как, ну, не знаю, наверное, есть еще бог на себе и удержал меня. 250 из 500 тысяч рублей помогли сохранить сотрудники уголовного розыска и еще одной пенсионерки из Кировского района. Псевдосотрудник сотовой компании предложил 77-летней женщине установить программу от мошенников. После того, как она назвала код из смс-сообщения, позвонил лжеследователь и предупредил о махинациях со счетами. Ну, она все рассказывала, надо будет снять, надо будет снять. Вот, может, вы, когда придете в банк, вы что скажете? Ну, как я скажу? Ну, я вот, у вас вклад мой, я хотела бы его забрать. Они будут спрашивать, куда, зачем, почему, и что вы будете отвечать. То есть она вам инструкцию давала, да, что надо говорить? Я говорю, ну, скажу, на лечение, хотя мне лечение не повредило бы. Ее еще просила никому ничего не говорить. Напоминаем, что безопасных счетов не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию неизвестных, кем бы они ни представлялись. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, Расул Абрагимов, дежурная часть, Саратов.